Приветствую вас, друзья! Сегодня утром из временно оккупированного Севастополя пришли хорошие вести. Местные ресурсы сообщили о том, что на рейде взорвался корабль. Да так, что в городе сработали сигнализации на автомобилях. Российские пропагандистские СМИ тут же начали опровергать эту информацию, заявив, что на рейде Севастопольской бухты проводятся плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне и все взрывы запланированы. В свою очередь СБУ сообщило, что они совместно с ВМС Украины в районе Севастополя атаковали малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин». Оба корабля были поражены морскими малышами с экспериментальным вооружением. Вчера этим оружием пытались атаковать дизель-электрическую подводную лодку Б-871 «Алроса», но ей в этот раз удалось убежать. Данная подводная лодка также является носителем крылатых ракет «Калибр» и в прошлом году она наносила удар по центру Винницы. Патрульный корабль «Павел Державин» был атакован 11 октября на внешнем рейде Севастополя. Он получил повреждения винторулевой группы. Тогда по медиаресурсам распространилась информация, что он подорвался на мине. Для оказания помощи к Державину был направлен буксир, который также подвергся атаке. Сегодня был атакован малый ракетный корабль «Буян». Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что эпицентр взрыва находился под водой и экипаж корабля никак не противодействовал дроном, так как их попросту не видел. Это может указывать на применение полностью погружных беспилотников для атаки. Не так давно было опубликовано видео ходовых испытаний украинского подводного дрона «Моричка». Он предназначен для уничтожения мостов, кораблей, береговых укреплений и подводных лодок. Его длина составляет 6 метр, диаметр 1 метр, а автономность хода не менее тысячи километров. Однако для атаки на российские корабли применялся не этот дрон, иначе они получили бы гораздо большие повреждения. Вероятнее всего для атаки применялся автономный подводный аппарат «Ремус-100», переделанный под военные нужды. Он весит всего 36 килограммов, может погружаться на глубину 100 метров, двигаться под водой со скоростью до 5 узлов в час, имеет запас хода до 60 километров и управляется с помощью двух операторов. Но как, имея такой малый запас хода, он смог атаковать корабли у Севастополя на расстоянии почти 300 километров от Одесского побережья? Вероятнее всего для его транспортировки использовался надводный дрон «Морской малыш», который доставил аппарат ближе к побережью Крыма и выполнял функции передатчика сигнала. А «Ремус» погрузился, приблизился к кораблям и атаковал их с глубины. Эта информация неофициальная, всего лишь мои предположения, но в принципе реализовать эту схему не так уж и сложно. Методом проб и ошибок Украина создает флотилию подводных дронов, которая сможет уничтожать российские надводные корабли и подводные лодки. Причем делать она это будет скрытно, неожиданно и эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова